Мы сегодня общаемся с представителями абсолютно разных профессий, но вот с представителем профессии, как у Константина, мы еще не успели пообщаться. Кость, расскажите, кем на самом деле вы являетесь? Потому что по очкам, по вашему современному луку и стилю, ну практически невозможно догадаться, что вы на самом деле... Значит, у меня есть такая общественная нагрузка, я на самом деле главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Представляю, как вы удивлены, потому что я удивлен не меньше. Слушай, я так понимаю, что есть одна очень актуальная и важная тема, которую мы можем с вами сейчас затронуть. Это школьное питание, все эти всех события, которые произошли недавно. Это не только московская головная боль, это в принципе проблема всей России, потому что школьное питание начинается с заботы о конечном потребителе. То есть это забота о детях, о педагогах и родителях. Хороший, хорошо составленный школьный рацион – это комплексная работа с рассказыванием, что должен есть ребенок. Приведу для зрителей три простых примера. Можно ли ребенку молоко? Нельзя? Потому что нельзя. Фермент химозин заканчивает работу в 5-7 лет у каждого человека. И нам нужно переходить на молочно-кислые продукты. Что дети едят в школе на завтрак? Каша на молоке. Проблема с животами, вспучивание, бурление, брожение – это все потому, что мы нарушаем первый закон здорового образа жизни. Что мы суем в свой организм то, что в принципе организм не может переварить. Вторая история – это режим ребенка. 50% времени школьник проводит вне стен дома. И 50% времени он все-таки с родителем. В 50% случаях за качество питания отвечают кто? Родители. Наши дети сегодня, к сожалению, приходят с забитыми вкусовыми рецепторами. То есть у нас проблема глутамата. Мы их называем дети с вкусовым дельтанизмом. Хорошо приготовленные, натуральные, бланшированные овощи на пару, полезные. И они говорят, они невкусные. Потому что мама, бабушка дома, микроволновки, полупабрикаты. Или мама приготовила хороший фарш из индейки, а бабушка пожарила его на сковородке с маслом пожирнее и погуще. То есть понимаете, да? Вот мы сегодня пытались родителям и представителям школьных комбинатов рассказать о том, как составить такой рацион. Я хотел вам книжку показать. Можно? Конечно. Давайте. Мы и книжки покажем, и о сэмплах расскажем. Да, я быстро. Вот посмотрите. Это книжка, которую я нашел в архивах библиотеки «Питание школьника». Она была написана в 1959 году. В этой книге… Она актуальна по-прежнему? Я считаю, что она суперактуальна, потому что 90% того, что здесь написано, до сих пор не реализовано. Значит, что такое меню «Неделька»? Видите, да? Можно… Вижу, да, я вижу. Это подробная, понятная таблица, в которой рассказано о том, что можно предлагать. Что такое витамины для родителей, да? Как должен был устроен режим дня ребенка? Что можно есть, чего нельзя? Мебель какая должна быть в школьной столовой, посмотрите, да? Как же так получилось, что книга, которая написана 60 лет назад и, по вашему мнению, является абсолютным эталоном, до сих пор не закрепилась в умах наших специалистов, которые, собственно, о школьном питании в первую очередь и должны думать. Там же тоже должны работать неглупые люди. Ладно, мы читаем книги. Понимаешь, слабо. Вся информация, хорошая информация, она все-таки не в интернете, а в архивах библиотеки. Поэтому записывайтесь в библиотеки и ищите там интересные рецепты, в том числе по ГОСТу. Они были неплохие. Вот мы занимаемся тем, что три года последних я строю частные школы. Порядка там 80 тысяч квадратных метров мы запустили. Это не только школьный ресторан, концепция, которая сейчас успешно тиражируется и отмечена международным сообществом. Это, в принципе, что такое современная школа, каким должен быть класс, что такое микроклимат, почему дети на уроках устают. Да потому что коэффициент пульсации нашей лампочки влияет на их психосоматику. Понимаете, сколько тонкостей? Как ребенку плавать в бассейне, чтобы у него не были красные глаза от корки. Это все очень важно. Вот это наша работа как Федерация ресторатов и отельеров. Такая эко-среда в школьном ресторане, это действительно очень круто, но тем не менее это более актуальная, скажем так, тема для гимназии и для привилегированных школ там в том числе. Что делать обычным детям, которые в школах едят размазанную по тарелке вот эту кашу, которая абсолютно неприятная и не то, чтобы человек наедается, а просто вызывает отвращение этой еды? Сейчас некоторые подвижки все-таки у нас есть. И Анна Кузнецова, которая является детским омбудсменом и даже министр просвещения, все-таки обратили внимание на эту проблему. Наконец-то. Да, наконец-то. Значит, я три года назад начинал с того говорить, что реформа школьного питания это создание школьно-базовой столовой, заготовочного типа. То есть мы возвращаемся к истокам. Мы готовим из-под ножа, из натуральных продуктов. Натуральные продукты, уважаемые зрители, они стоят дорого. Поэтому даже московская цена 70 рублей за завтрак и 145 рублей на обед это недостаточная сумма, чтобы приготовить то, что вы хотите. Понимаете, да? Плюс еще у нас есть нормы на оценке комбината питания, релосистические логистические сдержки. Поэтому даю простую раскладку. На завтрак ребенок получает 200 грамм запеканки, яблоко, конфету и риску и цикорий, напиток из цикория или какао. Можно ли за 70 рублей приготовить лучше, больше и вкуснее? Можно. Если это школьная столовая или школьный ресторан, да еще и со шведским столом, там возможность выбора. Пожалуйста. То есть люди, которые занимаются социальным питанием, они должны понимать, что они идут туда не для зарабатывания денег, они идут для того, чтобы дети были здоровы как нации. Это все-таки некоторая миссия. А у нас пока, к сожалению, это машина для зарабатывания денег. Что, скажем, тем монополистам, которые захватили власть школьного питания и не пускают таких прогрессивных молодых и современных? Нет, они нас пускают, мы разделили, как говорится, сферы влияния. То есть вы в Московской области, а не в Москве? Нет, я делаю школы по всей России, просто пока та цена, которая идет за здоровое питание, правильно, она несколько выше, чем привыкли родители. Поэтому такие цены тянут в основном частные школы, родители детей, которые учатся в частных школах. Мы понимаем, что у всех абсолютно разные возможности, но я думаю, что вы согласитесь со мной и с Константином, что экономить на здоровье и питании своих детей просто нельзя. Нельзя, нельзя. Нужно любить свою работу и делать вкусную еду из вкусных натуральных продуктов. Если бы мы были с вами на федеральном канале, я был бы Владимиром Познером, а вы бы Татьяной Черниговской, я бы взял у вас второе интервью в истории. Спасибо. Это было действительно интересно, несмотря на то, что мы вышли за рамки регламента. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Спасибо.